ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кружится. В Беларусь нареште пришла зима, а не совсем ненадолго. Сочицы за безопаской. Умовы на дворе ускладнили дорожную ситуацию. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Кадровый день у Палации Незалежности. Сегодня новые посады. Разом с ними и новые задачи отримали 13 человек. Это простонники ДИП-корпусу, мясовой улады, держу установу промыслового сектора краины. Так, новый посол Беларуси у Китая. В Поднебесную, проставлять интересы нашей краины, отправится Миколай Снапков. Замест его на позицию наместника керавника администрации сегодня назначены Валерий Бельский, экс-директор Института экономики Нан-Беларуси. Зменилось и керавництво управления с правами президента. Больше не будет вакантным местом наместника. Его зомит Енаць Богдан. Уся гуманитарная деянность в этого часу на плячах Игоря Кудревича. Зараз он узначалець отповедный департамент. Александр Лукашенко чекает керавников значного поляпшения в работе держоргана. Президент не отмавляя, у кадров были невеликие помылки, а тому до новых кандидатов еще больше пильная увага. Одна из основных задач – планование наступной пятигодки. Надо будет планировать, пратом очень серьезно планировать, пятилетку. Да и этот год мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть те негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые нам подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений. Китай – это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь, поддержку Китая. Не только строительстве перспективных предприятий нашей стране, кредитовании, но и рынок Китая открыл для нас настолько, насколько мы можем туда войти. Николай Геннадьевич контролировал это направление, очень хорошо его знает это направление, и я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Это основная задача, товарищ президент. Сколько вы там будете работать, но это все зависит от вас. Реализуете задачи за год, значит, год вернетесь в страну. За два, значит, два. Важен результат. Я думаю, что на следующей неделе вы еще серьезно поработаете у нас в администрации. Мы с вами еще переговорим. Я обещал, что встретимся, вы изложите свою позицию о работе в Китае. Может, какие-то вопросы ко мне будут. То есть мы на следующей неделе обсудим все вопросы, когда вы проанализируете ситуацию на китайском направлении. Сегодня обновилась и мясовая вертикаль улады. За развитие Витебска будет отказывать Вадим Заранкин. На посаду мэра район Пяроди с комитета держконтролю в области. Это значит, с проблемами региона знаем мы не по чутках. За самый великий район Брест, там Московский, с этого часа в отказе Андрей Филанович. Узгодняющий на этой посаде Александр Лукашенко означал, это вельми высокие позиции и на новых кировниках великая отказность. Не мало сделано за прошлые годы для обо двух городов. Важно протягнуть развитие. Витебск повинен застаться опорой и толерантности, а Брест – это вороты во всю нашу краину. Тут повинен быть парадок. О приоритете мясовой улады интересы людей. Не забывайте, что у нас этот год очень серьезный, очень сложный. Мы должны напрягаться до неимоверности, особенно Витебска в область. И, конечно, Витебску хватит тоже от этого. Не стихонько, то, что там не возделывают зерно кукурузы, хлеба не выращивают и коров не доят. Но в Витебску будет работа и кусок хороший. Я вчера очень долго разговаривал с Шерстнёпом. Мы конкретизировали те задачи, которые были поставлены здесь, во Дворце независимости два дня назад. Договаривались о строительстве жилья для специалистов и так далее. Витебс должен подключиться к этому процессу. Думаю, наш пресс также будет озадачен по всем направлениям. Новые керовники с этого дня в промысловом секторе. Ендиректором Минского завода коловых тягачок згоднены Алексей Рымашевский. Атлант узначались Дмитрий Соколовский. А ректор Витебска гадяж университета зараз Валентина Багатырова. Подзяка за минулые перемоги и стимул для новых. Сегодня у Гомеля шановили спортсмены региона за удалые выступления на международных споборництвах и их тренеров. Премии отримали 85 человек. Кроме того, присужено 149 стипендий облавыканкама для перспективных атлетов. С подробностями наши корреспонденты. Успись отримальников премии облавыканкама на мальдва десятки представников гомельской издушар номер 4. Это тренеры и спортсмены. Нагода для такой массовости поспехи гомельских спортивных акробатов на международной арене в 2019-м. Галлон из яких золота и бронза Артура Белякова в пары с брюшанкой Вольгой Мельник на других европейских гульнях. В чемпионате Европы с 10 медалей сборной Беларуси 5 на рахунку гомельчан. В 2020-м выхованцы издушар номер 4 будут штурмовать предыстал чемпионату света, который у мая отбудется у швейцары. Переемность поколения одна из складающих поспехов гомельской школы. На сегодняшний день национальная команда Беларуси состоит практически из спортсменов нашей детской спортивной школы. И тренеры, которые работают с этими спортсменами, это ученики и воспитанники этой же школы, а также тренеры, которые работают уже более 30 лет в этой школе. Титул чемпионки света и переможут других европейских гульням. Для каноистки Алены Ноздровой 2019 год с Клаусей вельми удало. На Олимпийске 2020 обещают быть еще больше напруженным и отказным. На гульнях в Токии дебютуя жаночая каноя. Алена Ноздрова отправится в Японию далеко не в якости статиста. Год будет ответственный, год будет тяжелый. Мы уже в том году на европейских играх немножечко такую проверку большую проходили. Хорошо, что все прошло удачно. Я думаю, с таким же настроем, с таким же энтузиазмом мы будем готовиться и в этом году. Ощущение то, что Олимпиады уже в этом году не присутствуют пока что. Может, это и хорошо. Все-таки на психологическом уровне достаточно тяжело себя перебороть, не перемандражировать. Я думаю, вся наша команда в полном боевом составе будет готовиться целенаправленно. Я думаю, мы покажем хороший результат, достойный, чтобы болельщики за нас порадовались. 85 премий, 149 стипенды Абл Ваконкама. У минулые годы было значительно меньше. Исправа не только в том, что смены в нормативной базе позволяют зараз отзначать большую колькость спортсменов и тренеров. Стало и больше подстав для таких захвачиваний. Гомельская область на протягу опошних годов упевнена, утримливая други родок у региональным медальным залику, соступающих только столицы. Олимпийский 2020 обязает быть не меньше поспеховым. Мы уверены, что в этом году мы получим достойный результат на Олимпийских играх в Токио. Да, на сегодняшний день у нас 11 лицензий уже есть. Мы ожидаем еще, будут ряд лицензионных турниров и порядок видов спорта. Сегодня ночью на Гомель еще не выпал снег, який у першиню в этом году не растаю практически сразу. Подадзины Гомельского областного центра по гидрометеорологии наибольшая толщина снежного покрова означена в жлобине. Ранницей она складала 11 сантиметров. У Гомеля этот показатель был двоя меньше. И хоть надолго снег не затримается, на этот раз уже в субботу шикаются плюсовые температуры, для наших корреспондентов опадки стали подставой звернуться до специалистов с просьбой прокомментовать махчимые наступствы. Беснежная зима для Гомельской области не выключенне, хоть и часто и такую зъяву назвать снельга. По великим рахунку, сгодно с иснуючими методиками разлику, соправдная зима у нас по куль еще и не наступала. Что тыжица снегу при нулявой температуре он надолго не затримается. Каким будет на дворе далей спрагнозовать складаном. Если мерковать подавленных шмат годовых видов зеранья, морозы могут вернуться. Последний раз подобная ситуация наблюдалась зимой 2006-2007 года. Тогда устойчивый снежный покров образовался только 25 января, но он удерживался до 9 марта. Было еще несколько зим, когда не было устойчиво снежного покрова. То есть снег выпадал несколько раз на непродолжительное время. Это было в 1948 году, 1958-59, 72-73, 73-74, также зима 1994-95 года. Вот в общем-то несколько случаев таких. Беснежная зима может нелепшим чином отбиться на рослинном и живельном свете. Подаденных российских ученых отсутность снегу проведе до изникнения комаров, для яких потребны водоемы сталага снегу. А это автоматично проведе до дефициту корма для птушек. Зато эти шкляши прочнутся ранее звичайного. Что тычется рослин, то все лето необходимо шакать вельми степлого урожаю черниц. Для сбоживых культур сенешний снег это такая необходная для их вильгать, хоть и в невеликих померах. Вогули снег на палетках не перешкодить, а перед опадками необходная неколький дзен с невеликими минусовыми температурами. В отворотном выпадку это может привести до хворобы рослин. У нас сейчас растения вошли в спячку, практически у нас не идет вегетация, если у нас зима завершится без осадков, без отрицательных для наших растений страшны это весенние заморозки. Если у нас не будет таких страшных весенних заморозков, то растения нормально себя будут чувствовать. Уруб Гомель Энерго за ситуацией сошить круглосуточно. У попередние годы были выпадки, коли налипание снегу на проводах створало надзвучайные ситуации, але сегодня линии працуют в штатном режиме. Зараз Гомель Энерго проводит их по руб Гомель Энерго порядка 68%. Если брать по аналитике, то мы растем до 10% в год, тем самым электроснабжение все-таки улучшается. Сгодно с информацией областного гидрометроцентра, сегодняшний снег так само надолго не затремается. Уже в субботу температура поветра может повыситься до плюс 7 градусов. У Гомельской области протягивается профилактичное мероприемство «Беспирошкодный проезд». Его основная мета – звернуть увагу водителям на проблему парковки в дворах жилых домов. Выпадки, когда припаркованные машины створают пирошкоды для руху спецтранспорту совсем не редкие. Проблема актуальна не только для Гомеля, а и для районных центров. Наступный репортаж с Мазыра. Раница кожного апрационного дня для водителям сметчевоза начинается с клопотов. Проезд по Мазырске дворах густо заставленных автомобилями переутворяется в соправдный квест. Забрав сметчев – узровень пройденный. Двор дома номер 48 по улице Интернациональной – выпробование для профессионалов. Как подъехать до Баков, водитель Сергей Артюшенко загадя разгортывается и сдае задним ходом, лавируючи помеж автомобилями. Старенький газ куда больше поворотливый, чем, например, сметчевоз на базе МАЗа. Але и на им выканность працу отримливается не за все. Например, в этом выпадку выгрузить контейнер с другозной сыровиной не удалось. Перешкодила припаркованная легковушка. Бывает, они стоят, мы не забираем, едем дальше, а потом едем вторым, третьим сюда, чтобы забрать. А вот калии размова иди про воротование життя, просто разгорнуться и съехать нельга. Александр Слезенко працуя на машине худкой до помоги, кажет, часом немогчимо не только добраться до подъезда, а ли просто заехать во двор. Самое время это у нас вечером, когда с работы возвращаются все и не можно проехать, начинаешь подходить, просить отгонить машину туда-сюда, а в это время надо помочь оказать. И получается, особенно ночью даже, невозможно проехать просто. Бывает, нужно срочно выносить больного, а подъехать подъезду, как вы видите, не можно, потому что машины стоят. Сирот проблемных мазырских адресов Мира-7, Котлауца-17, Гагарина-5. Дворы этих домов перетворились у автостоянки. Особливо шмат машин у районах новой забудовы. Разметка нанесена на боку дороги, прилегающей до жилого дома. Такая стоянка заборонена правилами, бо у незвычайной ситуации припаркованные автомобили могут стать серьезной перешкодой для спецтранспорта. Смытой упыльнись водителям парковаться по правилах. На протягу месяца держат инспекции в области проводить профилактичное мероприемство «Беспирошкодный проезд». С 27 января по 26 февраля на территории Гомельской области проводится профилактическая акция «Беспрепятственный проезд». Цель данного мероприятия направлена на профилактику нарушения остановки и стоянки транспортных средств во дворах жилых массивов. Хотелось бы напомнить гражданам, что нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств влечет административную ответственность. Предупреждение либо штраф одна базовая величина. За полторное порушение штраф подвоится. Левыховы с рублем будут у крайних выпадках. Головная задача формировать у водителев отказное ставление до выполнения правилов. Нагадать, что машина не повинна створать пирожкод ни на дорозе, ни на стоянце. Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазыр». Их методы помогли иншим. Сегодня в Гомеле прошло посаджение областного совета волонтеров Белорусского товарыства «Червоного крыжа». Им приняли уделка 20 человек с областного центра Добрышского, Калинковицкого и Рогачевского районов. Это лидеры районных волонтерских советов и групп. По шанс посаджения они обмерковали проведение первого Гомельского форума, старшиня у районных волонтерских советов, «Червоного крыжа» и створение электронной базы даденных волонтеров. А кроме того, дельники с устречей разглядели проект по створению ресурсного центра для адаптации детей, которые находятся в социально небеспешным становивши. Посаджение областного волонтерского совета «Червоного крыжа» проходит униформальная обстановка, которая позволяет открыто обмерковывать проблемные питания волонтерского руха в регионе и пропоновать инициативы. Это очень полезно, потому что мы варимся собственным соком, мы многого еще не знаем, а сюда приезжаешь, много узнаешь. Работа с людьми это работа в принципе для души. Ты знаешь, что ты помогаешь человеку, а человек даже словом, взглядом благодарен тебе и это наполняет тебя радостью просто. Ты выносишь, приносишь человеку радость и выносишь от этого радость. Приехали представители из разных районов Гомельской области. Это важно в первую очередь для того, чтобы обмениваться опытом друг с другом, потому что каждый из районов по-своему задействован в каком-то направлении и очень интересно, когда люди делятся опытом, с какими проблемами сталкиваются, чтобы и мы могли, допустим, работая в этом направлении, преодолевать их, развиваться, становиться лучше и помогать друг другу. Зараз в родах волонтеров Гомельской областной организации «Червоного крыжа» больше за 2,5 тысячи человек. Это люди разных профессий и взрослых, у которых складаются амаль 130 волонтерских групп. Отримать профессию водителя троллейбуса, машиниста крана или кондитера пропонуть в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского горбы «Конкама». Тут проходит набор на бесплатное научание с наступным працевладкованием. А кроме того, на период научания выплачивается стипендия. Усех ожидающих чекают в управлении по праце, занятости и социальной обороне на Паралитарской, 18. Телефон для доведок 75 55 02. Это и другие новины, информацию о проектах в Телераде компании Гомеля вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. В связи с ухудшением погодных условий на территории Гомельской области произошло несколько ДТП с одинаковым сценарием. Виновники трех происшествий не учли метеорологические особенности и состояние проезжей части и, как следствие, не справились с управлением автомобилей. В Будокошлевском районе 23-летний водитель «Фольксвагена Пасса» двигался по автодороге Коминтерн-Пристна. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и автомобиль вынесла на встречную полосу, где он столкнулся с «Фольксвагеном Туран». В результате ДТП водитель «Пассата» с травмами был госпитализирован. Аналогичная авария произошла в Светлогорском районе. Так, 19-летний водитель за рулем «Сеата Толе» доехал по автодороге «Жлобин-Светлогорск». Не учел метеорологические условия и автомобиль вынесла на полосу встречного движения, где произошло столкновение со «Шкодой Рапид». И в этом случае пострадал водитель-виновник ДТП. Его госпитализировали. Без жертв и травмированных обошлось дорожное происшествие на автодороге Бобруйск-Мозырь-Граница Украины, где маршрутный автомобиль «Мерседес» оказался опрокинутым в кювете. 23-летний водитель также не справился с управлением в условиях сильного снегопада. На место происшествия выезжали работники скорой медицинской помощи. Госпитализация ни водителю, ни пассажирам не потребовалась. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция обращается ко всем водителям. Будьте осторожны, внимательны на дороге. Выбирайте скорость с учетом погодных условий, безопасную дистанцию и также боковой интервал. Кроме этого, в условиях недостаточной видимости, а также выпадения снегопада, необходимо двигаться с включенным ближним светом фар. Еще одно ДТП, но уже не связанное с погодными условиями, произошло на автодороге Октябрьский, Парич и Речиса. 30-летний водитель ехал за рулем «Пежо 206». По невыясненным причинам не справился с управлением и съехал вправо по ходу движения «Кювет». Там автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП пассажиру «Пежо» понадобилась помощь спасателей. Реческим спасателям поступило сообщение о необходимости деблокировки 27-летней пассажирки, которая в результате ДТП оказалась зажата в салоне автомобиля. Спасателями при помощи специализированного инструмента женщина была деблокирована и передана бригаде скорой медицинской помощи. И водителей пассажира доставили в Реческую центральную районную больницу. Авиабомбы найдены и обезврежены. В 10 километрах от деревни Озерщина Реческого района местные жители обнаружили в лесу две авиабомбы. На место вызвали саперов. Специалисты войсковой части 55-25 обследовав территорию обнаружили еще два боеприпаса. Все опасные находки советской авиабомбы послевоенного периода. Во времена Советского Союза примерно в той местности располагался полигон для бомбометания. Общее количество взрывчатого вещества составило около 220 килограммов. Найденное обезврежено саперами. Это все новости выпуска. В студии работал Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В женском чемпионате Беларуси по гонболу сыграны очередные поединки. Лидеры осечек не допустили. Гомель на выезде без проблем справился с Берестеем. Команда Томожа Чаттера была сильнее 41-23. Самая результативная в составе гомельской дружины Кристина Охраменко. 9 голов. Следующую игру Гомель проведет дома 8 февраля против Витебчанки. В других поединках столичный БНТУ Белас обыграл Бобруйскую Березину со счетом 42-26. Городничанка в гостях победила Арцор БНТУ-2 35-32. В Металлурге пополнение, а в Гомеле потери. Сразу три хоккеиста покинули стан Рыси. По соглашению сторон расторгнут контракт с защитником Александром Петровым. Он продолжит карьеру в Аршанском локомотиве. Не подошли клубы, находившиеся на просмотре защитник Андрей Кравченко и нападающий Роман Коньков. Ряды Жлобинского Металлурга пополнил российский форвард Александр Чирва. Хоккеист ранее уже выступал в стане Столиваров в минувшем сезоне. Нынешний он начинал в рядах Лиды. Команда Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины заняла третье место в общем зачете Республиканской универсиады по легкой атлетике, которая проходила в Могилеве. В активе студентов Гомельского вуза шесть золотых наград. Победы добыты в беговых дисциплинах, пятиборье и прыжках в шестом. Победила в универсиаде сборная Белгосуниверситета физической культуры. На второй строке расположилась команда Могилевского госуниверситета. В десятку итогового протокола вошел еще один вуз из Гомельской области. Команда Мозырского госпедуниверситета заняла седьмое место. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин